На всех продуктах есть вот такой код, знаете? А кто знает, что это? Штрих-код. Штрих-код. И зачем он должен? Ну, это движение продуктов по всяким представлениям. Правильно. Я почему вам хочу об этом сказать, потому что ни на одной упаковке ЛР вы штрих-код не найдете. Нет. 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 Не существует. Мои люди. Да, вот любой, 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 любой. Дверь, нигде. Нигде нет. Я почему вам об этом говорю, потому что в моей практике просто так случилось, что мне несколько раз задавали такой вопрос. А почему на этой продукции нет штрих-код? Я рассказывал своим потенциальным, ну, с кем-то встречался, рассказывал. Мне говорили, почему. Три или четыре раза. Еще кого-нибудь спрашивали об этом, да? Да, не спрашивали. И что вы отвечали? Ну, я нашла в интернете ответы по поводу этого. И примерно я попыталась объяснить, что немцы, насколько производство у них автоматизировано и наладжено, да, если говорить украинским языком, что им штрих-код просто не нужен. Я понял. А для вас, смотрите, практически во всех компаниях прямых продаж, АЛР как раз и относится к компаниям прямых продаж, на упаковках штрих-код не ставят. Есть несколько заблуждений, насколько я понял. Ну, например, люди считают, что если на продукции есть штрих-код, то это подлинная продукция, а если нет, то это подделка. Вот. Есть еще одно заблуждение, которое говорит, что если есть штрих-код, то это качественная продукция, а если нет штрих-кода, то это некачественная продукция. Есть, ну да, там по штрих-коду, в принципе, можно определить страну производителя, но не только страну производителя. Почему? Потому что штрих-код, в принципе, на самом деле никакого отношения к качеству не имеет. Никакого отношения. Это всего лишь инструмент для того, чтобы учитывать складские движения, для того, чтобы учитывать, ну, как там, в розничной продаже, да, вот, для считывающих устройств, которые там определяют сразу цену. И, в принципе, этот штрих-код, вот, он не содержит никакой информации о продукте самом или о компании, а является лишь цифровым кодом. И этот цифровой код дает возможность оператору связаться с базой данных и уже оттуда взять информацию об этом товаре, об этом производителе и либо импортере. Ну, в принципе, современные розничные сети не принимают и не хотят работать с теми производителями, кто такой штрих-код не имеет. Вот. А штрих-код, в принципе, наносит на продукт либо сам производитель, либо импортер. То есть, вот он, оптовый импортер, там, что-то купил за границей и теперь проштамповал и сдает в розничную сеть. А потом все это дело попадает. И существует специальная организация, которая регистрирует эти штрих-коды и присваивает, ну, например, какая-то компания, вот, если бы ЛР захотела, она бы должна была бы обратиться в эту организацию, заплатить не малые деньги, а это, извините, наши деньги. Потому что все это потом входит в себестоимость, увеличивает цену продуктов, потому что все эти штрих-коды все равно оплачивает кто? Кто крайний, кто бандит? Вот. Поэтому, поэтому, на всех, есть компании прямых продаж, где тоже используют штрих-коды, но я практически не встречал, я даже не знаю такой ни одной компании. Вот обратите внимание, почему? Потому что эта продукция попадает непосредственно от производителя, то есть от ЛР, непосредственно покупателю. И в принципе, ЛР совсем нет никакой необходимости маркировать эти продукты штрих-кодом. Хотя, штрих-кодирование в ЛР все же применяется. Как это работает? Будете в компании, в Валине, и увидите там огромные склады, там есть такие высокостеллажные такие склады, где на специальных лифтах, в коробках хранятся готовые продукции, да? И уже эта готовая продукция, ящики эти, они как раз и маркируются штрих-кодом, это для того, для внутреннего робота. И там персонал, который формирует посылки, они по вот этим вот уже из каждого ящика там смотрят в компьютер конкретный заказ и формируют уже заказ вручную. И штрих-код стоит на самом контейнере, где лежит готовая продукция, такая или другая. Поэтому, во-первых, это удешевляет саму продукцию, никакого отношения к качеству и к подделкам это не имеет. Вот. Если вас кто-то спросит, то можете смело отмечать. Если бы я был, ну, контрафактистом, и тот, кто подделывает, да, я бы нарисовал этот штрих-код левой лапой. Ну, то есть, я бы его и рисовал, понимаете? Так что можно было бы не отличить от настоящего. Хотя это не показатель, что это качество, да. Хотя по последней букве страну можно определить, но не всегда узнаешь, это производитель или это импортер. Это тоже такая особенность. Вот, что я хотел сказать. Может быть, будет полезно.